Через пение, и я люблю приводить пример, Бог действует, один из способов, как действует Господь, это через людей. Он берет, употребляет людей. И один из таких видных примеров, помните, Корнилий, молится, постится, ему является ангел, и ангел ему говорит, позови человека там, Петра, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Ну, казалось бы, зачем мне призывать какого-то там человека, Петра, да, когда ты, передо мной ангел, стоишь, скажи мне ты слова, что мне нужно сделать. Нет, Бог, вот видите, как действует, он, призови Петра, нужен человек. И также апостол Павел, помните, когда он встретился со Христом, он гнал церковь, ему является сам Иисус Христос, и он просто потерял свое зрение, и говорит, Господи, что повелишь мне делать? И Христос ему говорит, иди в тот город, и там будет человек, и он скажет тебе дальше, что нужно делать. Казалось бы, зачем мне человек, когда передо мной стоит сам Иисус Христос? Ты мне, Христос, скажи, что мне нужно делать? Так нет, Христос говорит, иди в тот город, и там будет человек. И вот очень часто Бог действует через людей, через слово, сказанное проповедниками на этом месте, через наших детей, очень часто Господь действует. И вы знаете, первым делом, придя в Дом Божий, я всегда люблю напоминать, и для себя, что мы делаем? Мы настраиваем свое сердце, настраиваем свое сердце на Слово Божье, на Господа, на отношения свои с Ним. И вот у нас было три гитариста, мы видим три гитары, знаете, и прежде чем они прийти, они здесь практиковались. И чтобы настроить тон, струны, они начинают играть, и они слышат этот звук, ненастроенный. Они первым делом настраивают, настраивают эти струны, гитары, чтобы был правильный тон. И как, насколько нам больше людям, жившим, проживающим в этом мире, бурном мире греха и суеты, когда мы выходим за межи этого здания, мы привыкаем, смотря в этот мир, мы можем идти по своим работам. И вы знаете, вот эту гитару, представьте, вы положили в багажник, и вот мы ее возим целую, несколько дней возим, возим, и пришли, и что делать? Это температура, давление, оно давит, оно меняет это давление, меняет натяжение этих струн. Также и наше сердце. Мы должны настраивать свое сердце на голос Божий, что Он хочет нам сказать. И вот придя на это место, давайте мы в первую очередь настроим свои сердца на Слово Господне. И еще одну историю хочу вспомнить, когда Иисус Христос молился в Гефсиманском саду. Когда Он молился, в последние дни уже Его миссии, помните, пришел Иуда, Искариот. И знаете, когда Иисус пришел, навстречу Ему вышел, и когда шел Иуда, и Он ему задает вопрос, Христос задает Иуде вопрос. Друг, друг. Он называет его другом. Для чего ты пришел? Для чего ты пришел? Этот вопрос всегда звучал в моей жизни. Для чего, вот когда я иду в Дом Божий, для чего я прихожу? Для чего мы идем в Дом Божий? Молодежь, для чего вы идете в Дом Господний? Христос задает этот вопрос. Для чего ты пришел? Помог бы нам Господь, чтобы наш ответ был, вот как Илья. Однажды Бог задавал ему так же вопрос. Илья, почему ты здесь? И он ответил, возревновал я Господи, Боге Саваофе. Также хотелось бы, чтобы наше сердце, оно ревновало Господе, чтобы мы настраивали свое сердце на Слово Божье, на Господа. И еще одну историю расскажу из буквально последних дней своей жизни. Один из наших младших сыновей, ему 5 лет, в этом году первый раз пошел в школу. И знаете, он уже подъезжает к школе, постоянно я вожу их, и он вот уже надо выходить, и он начинает плакать. Начинает плакать, я не хочу. Ну я говорю, ну а что, что случилось? Ну я не знаю там алфавит, я не знаю как. Я говорю, ну ничего страшного, так ты идешь в школу для того, чтобы научиться. Ты идешь туда, чтобы научиться, ничего страшного, что ты не знаешь. Тебе неудобно. Да, ну ты там научишься. И слава Богу, знаете, оно как бы действует. Помогло то, что настроить как бы вот такое ментальное маленькое детское сердце на то, что ты идешь в школу, чтобы научиться. Придя сюда, в Дом Божий, мы приходим, чтобы научиться. Один из признаков того, что мы приходим в Дом Божий, мы идем учиться. Помог бы нам Господь учиться правильно и слышать Его нежный голос, нежный стук в наше сердце. И главной моей темой, которой я сегодня хотел бы делиться с вами, я буду читать два местописания. Это мы пойдем с вами в первую книгу бытия. Это первая глава, 26 и 27 стих. Первая книга бытия, 26 и 27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». И сказал Бог, сотворим человека. В 26 стихе мы уже видим, что мы уже видим как бы множественное число. Бог говорит, как бы советуется или говорит, сотворим. мы видим во множественном числе. Это первое доказательство того, что уже есть троица. Была троица еще в самой первой главе мы находим, что есть троица. Бог говорит, сотворим. И когда, основной стих, это 27 главный стих, на котором я хотел бы сегодня поразмышлять вместе с вами. Сотворим. Бог сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Ну, первый такой момент, я думаю, мы все должны понимать, что мы являемся, люди, людям являемся самым высшим творением Божиим. Самое высшее, что самое лучшее, что Господь создал на этой земле, это человека. Даже ангелы, они не уподобляются тому. Человек, это самое высшее творение Божие. И что произошло? Что происходит? Мы видим, как этот образ либо наш Бог не соответствует, либо человек греховен. И мы знаем, что произошло. Мы знаем, что уже в 3 главе написано, что змей в виде дьявол, в виде змея приходит и обольщает. И он задает, он говорит такой, задает вопрос, подлинно ли, то есть, другими словами, правда ли Бог вам сказал, что вам нельзя кушать плодов из деревьев? Правда ли так, что Бог вам сказал? А Ева ему отвечает, нет, плоды мы можем есть, но вот от дерева, которое посреди рая, вот от него мы не можем есть, ибо в день, в который мы вкусим, в тот же день не умрем. А дьявол говорит, нет, не умрете. Смотрите, он подкрадывается и говорит, правда ли, правда ли, вы знаете, он говорит, полуправду всегда, дьявол говорит полуправду. И что происходит? Идет совращение и идет грехопадение. Мы знаем, что они согрешили, они вкусили этот плод, и произошло грехопадение. Что означает грехопадение? Это отпадение человека, отсоединение человека от Бога. Мы отсоединились, мы просто отлучились от Бога, мы отпали от Бога. И вот эта греховная наша природа, она уже как бы порождает, рождает, да? Дальше мы видим, что Адам уже родил по подобию своему и образу своему, рождаются дети, и мы все согрешили, мы все рождаемся грешниками. Вот это отпало, человек отпал от Бога. И смотрите, что очень важно нам здесь понять, что вообще произошло, вот в чем заключался грех. Многие говорят, что в непослушании. Грех заключался в непослушании. Это одна сторона. Но самый большой грех заключался в том, знаете, тут очень нужно понять, вот молодежь, я бы хотел, чтобы вы поняли, послушали и поняли. Самое главное, что скрывал дьявол, он в принципе говорил, просто мы через перевод не можем это понять. Он говорил, что когда вы вкусите, вы станете сами, как боги, и вы сами станете понимать, что есть грех, а что не грех. Вы сами будете уже властвовать, вы сами будете с маленькой буквы богами различать, что добро, а что зло. То есть вы сами становитесь богами. Вот это основной грех. И когда человек вкусил, он утратил вот это отношение, вот это соприкосновение с Богом, он утратил. Вы знаете, я люблю приводить пример, как ребенок в утробе матери. Он рождается там, и он питается через пуповину. Через пуповину этот ребенок питается. Представьте, если вот как без пуповины, ребенок не может существовать в утробе. Также вот это, когда Бог сотворил, он сотворил его по образу и подобию, он его сотворил совершенным. Но человек решил, он ему дал право выбора, свободу воли, и он выбирает. И когда человек вкусил, мы отпали от Бога. Мы просто отпали от Бога. И человек сам стал решать, что грех, а что не грех, что добро, а что зло. И сам стал себе Богом. Понимаете? И поэтому в дальнейшем мы видим, что Богу нужно было создавать какие-то законы, какие-то правила, чтобы сохранить человечество. Вторая ошибка Адама, вторая ошибка, что он сделал, самое главное. Смотрите, когда Бог идет, когда Бог, они прячутся, когда они согрешили, они прячутся, как бы они в кусты, знаете, в кусты и прячутся. И говорит, голос мы твой услышали. А Бог задает вопрос, Адам, где ты? Адам, где ты? Голос мы твой услышали, и мы спрятались. А почему ты спрятался? Не ел ли ты плода от дерева, которого я запретил не есть? И смотрите, что делает Адам. Адам говорит, это жена, которую ты дал мне. Вторая ошибка Адама, это он не осознает проблемы, не осознает того, что он согрешил. Он просто, знаете, на свою жену переваливает. Это жена, которую ты мне дал. Если бы Адам, я так верю, я так понимаю, если бы Адам в тот момент он покаялся, раскаялся, да, я извиняюсь, я согрешил, я думаю, история человечества, она поменялась бы. Первый шаг к решению проблемы, молодежь, первый шаг к решению проблемы, это осознать, что ты в проблеме. Если ты знаешь, что ты в проблеме, если ты знаешь, что ты в грехе, если ты это знаешь и понимаешь, это уже пол. Дело, ты сделал пол-дела, если ты осознаешь. Адам не осознал, что он согрешил. Он начал, как бы, знаете, у меня вот два маленьких наших ребенка, пять и четыре годика, и когда вот наш пятилетний сделает какой-то, ну, бардак или что, и я его спрашиваю, что ты наделал? Знаете, что ему отвечает? Это не я, это Серафима, младшая сестренка. Это не я, это она. Так вот, эта греховная природа человека, она вот привыкла, это не я, это кто-то. Когда человек осознает, что я в проблеме, я в беде, это пол-дела, ты сделал пол-дела. Потом ты каешься, раскаиваешься, предкладываешь какие-то усилия. Как много сегодня людей не понимают, что они в проблеме. Так вот, мы возвращаемся к тому, что мы были сотворены по образу Божьей. Человек потерял свой образ. Человек потерял свой образ. И что произошло? Произошло безобразие. Был образ Божий, вот мы видим образ Божий, который был сотворен, человек, и мы видим, что в грех вошло безобразие. Дела греховной природы, они известны, мы все это знаем. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры, разделение, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Божьего Царства. Так говорит Писание. Греховный образ мысли враждебен Богу. Он не подчиняется Божьему закону, да и не может подчиниться. Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, а мысли, исходящие от Духа, к жизни и к миру. Поэтому живущие под властью греховной природы не могут угодить Богу. Все это вызывает гнев Божий на тех, кто Ему не послушен. Давайте мы перейдем на божественный образ. Каким был все-таки создан на самом деле человек? Он был идеально создан. И то, что человек потерял в Эдемском саду, мы видим, что Бог это предвидел. И что он делает? Бог настолько любит нас, людей, что он хочет с нами проводить вечность. И доказывается это тем, что он посылает Сына Своего Единородного, чтобы нас спасти. То есть Бог настолько хочет с каждым из нас проводить вечность, что ради нас, ради каждого из нас он посылает Сына Своего Единородного, чтобы нас спасти. Это доказывает то, что Бог хочет провести с нами вечность. Он ищет вот эти... Я слышал такое выражение недавно совсем. Вы знаете, религия это когда люди ищут Бога, люди ищут, хотят найти Бога. Но вера в Бога, истинная вера в Бога, это когда Бог нашел и хочет найти человека. Вот все-таки да, религия это немножко как бы разные религии, они ищут Бога. А вот наш Бог, Он сам, Он сам пришел, Он сам пришел на эту землю Иисус Христос, чтобы спасти и дать нам жизнь и жизнь избыткам. И человек не смог сохранить этот образ, да? Поэтому Бог посылает Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который и показал нам этот идеальный образ правильного человека, жившим с Богом. Нельзя, знаете, нельзя вот стереть или нельзя убить вот этот идеальный образ человека в Иисусе Христе, его нельзя было. Его люди убили, но Он воскрес. Вот этот идеальный образ, Он был явлен нам через Иисуса Христа. Он видимый образ невидимого Бога. Он первородный над всем творением. Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и для Него. Он существовал прежде всего, и все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть Христос, то есть Церкви. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Для неверующих, у которых Бог этого века ослепил умы, чтобы им не видеть свето-радостной вести о славе Христа, который есть образ Бога. Иисус Христос является образом Бога на земле. Он был образом Бога. Он показал нам этот образ, и Он предложил нам этот образ. Этот образ мы должны теперь отображать на этой земле, живя, когда мы познали, когда мы приняли Христа. И вот один из примеров, это вот, знаете, если взять зеркало. Вот когда, помните, зайчики, да, в детстве мы такие зайчики играли, когда солнце светит на зеркало, зеркало, через зеркало этот свет отражается где-то на стене. Вот это зеркало, отражение, Бог светит на нас, а мы отражаем людям. Бог светит на нас, мы отражаем людям. В Ветхом Завете образ вообще переводится, если с Ветхого Завета, с древнееврейского языка, взять это слово, целэм, если не ошибаюсь, переводится как тень. Мы являемся как тенью Господа. Он создал, и вот вы представляете, что тень будет, ну вот, вы можете себе представить такое, что вот тень делает совсем другое, что делает, ну вот, я, например. Ну, она повторяет мои движения, тень повторяет движения. И вот мы, как бы, созданные по образу Божьей, мы должны отражать то, что делает Бог. Вот отражать на небе. Бог создал это все творение, чтобы человек, он царствовал, властвовал над этим всем, да? И вот смотрите, рыбы были созданы для того, чтобы обитать в воде, птицы, чтобы на небе, а человек был создан, чтобы быть, пребывать с Богом. Бог так создал человека, чтобы мы пребывали в Боге, с Богом. Вот рыба не может, она не может без воды. Так же и человек не может жить без Бога. Вот это как, вот как ребенок, вот этот в утробе матери, он не может без пуповины, так же и мы. И смотрите, Бог определил, вот, какое-то время, Бог определяет время. Вот этот отрезок времени, ребенок рождается в утробе. Вот, допустим, да, 9 месяцев мы знаем, в утробе матери. Проходит какое-то время, когда ребенок рождается, 70, 80 написано, да, при крепкой крепости, 80 лет, этот человек другой отрезок времени проживает на этой земле. Вот это уже второй отрезок времени. Бог определил так. Сначала так, ребенок готовится в утробе, чтобы проживать жизнь здесь, на земле. А теперь здесь, на земле, вот этот отрезок времени, мы готовимся, чтобы проживать вечность. И вот так Бог заповедал, чтобы мы, Бог так определил. Теперь, что от нас требуется? Мы должны преобразиться. Вот это, я так люблю русский язык, вот смотрите, образ, безобразие, когда пришло в мир, безобразие. А теперь, что нам нужно сделать, когда явился Христ, преобразиться в образ Христа. И Христос показал нам этот идеальный образ правильного Божьего человека. Мы должны преобразиться. Вы знаете, следующим, молодежь, я бы хотел сказать вам, следующим шагом, возможно, в вашей жизни, вот здесь подростки, следующим шагом в вашей жизни, это, наверное, заключение заветом с Богом. Вы будете заключать завет с Богом, чтобы служить Ему в доброй, чистой совести. Вы знаете, вы будете заключать это посредством водного крещения. Бог не просто хотел, знаете, примирить вас, или вот, смотрите, когда вы будете заключать завет, Если бы Бог хотел просто вас спасти, то, знаете, задачей пастыря было бы, когда вот он окунает воду, вот окунает воду, он бы его не поднимал. То есть сразу, знаете, вот заключил завет с Богом и сразу на небо пошел. То есть оставил там, да, вот человек умер, и переход сразу на небо к Богу. Задачей пастыря было бы такая, но задача у пастыря не такая, да. Мы приняли крещение, мы встаем и начинаем что? Начинаем служить Богу. И вот следующий вашей шаг в вашей жизни, это завет с Богом. Вы будете заключать завет с Богом, чтобы служить Ему в доброй и чистой совести. Вот это уже настоящий образ Иисуса Христа, преображенный образ в Иисуса Христа. Я вам напоследок расскажу такую, ну как бы я люблю приводить примеры. Молодежь, вот сегодня брат проповедовал тоже за цели. Вторая его мысль была за цели, чтобы люди и вообще человечество ставили перед собой цели. Я вам приведу пример, молодежь. Вы все знаете футбольное поле, игра в футбол. И вот знаете, 11 человек бегает, за одну команду играет, и 11 за другую, да, и гоняет мяч. И у той команды есть цель какая-то, и у той команды есть цель. Какая цель? Вот активный. Забить гол. Молодец. Вот это цель, забить гол. А теперь представьте себе, 22 человека гоняют мяч по полю. И вот просто уберите эти ворота. Вот убери эти ворота. 22 человека гоняют мяч без цели, правильно? Ну вот чуть-чуть посмотришь, может кто-то там как-то хорошо попасовал, интересно, ну и все, и больше не интересно. Что получается? Бог сверху смотрит на христианство, на нас, христиан, людей без цели. Мы бегаем по этой вот земле без цели, не ставя себе цели. Вот оно-то что-то иногда подобное. Молодежь, ставьте перед собой цели, служите Господу, идите за Ним. Преображайте Его образ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!